Прямо скажем, некоторые их боятся вот такой тематики, ожидают там сразу каких-то жителей, но это в наше время называется вызово времени. И если что-то происходит на планете, то, естественно, нас всех это задевает, мы единые целые с этим организмом. И было бы странно, если бы это нас не интересовало. Я вот попросил по этому крупному ученому, я бы сказал, серьезно, с мировым именем доктора геолого-мирологических наук, награжденного кембриджской медалью выдающейся ученой 21 века Александра Георгиевича Роднякова, сегодня прочитать вот такую вот лекцию, часто он прочтет, потом мы что-то, наверное, скажем, которую я назвал, ну, как говорится, наша писательская, назвать так, это по-колючей, что ли, я не знаю, современной, как там у меня называется, я уже забыл, вот здесь называется геология природных катастрофов, а у меня геология современной катаклизмы. Хотя практически это то же самое, и разницы нет, но с учетом, как говорится, пикантности нашего писательского дома я, естественно, сделал вот так вот. Ну вот, Александр Георгиевич, он не просто кабинетный ученый, это человек, который разъезжает по миру, выступает на симпозиумах, бывает в эпицентре каких-то событий, в частности, он специализируется по Японии, а вы знаете, что это за регион, со всеми вытекающими отсюда последствиями он выступает на конгрессах, и самое главное, и это как раз мне нравится, это именно вот ученый, вот ученый в прямом смысле слова, потому что сейчас очень много развилось академии, вот вы можете, например, забавно увидеть книжку, вот там вот какая-то продается издание Академии поэзии, вот пусть мне расскажут, что такое Академия поэзии. Мы можем создать, вот несколько человек, взять там Академию современной поэзии, но от этого поэзия поэзии не перестанет быть. Очень много, в том числе и таких псевдоакадемий сейчас развелось, а это настоящая Академия, та самая Академия, которую, наверное, видела и Ломоносова, и всех прочих великих, и вот поэтому это мнение ценно, даже если оно не совпадает с нашим, даже если мы читаем какие-то другие вещи, если мы смотрим какие-то фильмы, а их полно сейчас по телевизору, и очень разное, впрочем, насколько я знаю, Александр Георгиевич тоже смотрит иногда такие передачи, там типа презентации апокалипсиса, ну потому что там же напрямую связано с этим. Ну а теперь я просто передаю ему слово, Александр Георгиевич. Вот стол, кстати, тоже заслуженный антикварный, из дома Ростова, в прямом смысле слова. Как мне говорили, сколько Наташа Ростовой принадлежала, так что... Ну, кончение меня пригласили, надеюсь, не будет вам в случае. Давайте начнем с Японии. Спасибо, что вам прошло очень. Покажите, пожалуйста, вы можете сесть за стол? Но сейчас, да, произошло крупнейшее землетрясение, которое, можно сказать, потрясло в мире, стали все бросились изучать, а что это такое, когда будет еще, что было вообще в мире. Притом, раньше, конечно, было проще, если взять те далекие времена, когда, например, произошло землетрясение в Шкабале, мало кто знает об этом, что в 1948 году погибло там свыше 100 тысяч человек. Оно прошло и безаметно. Или, например, катастрофа была в 1952 году такая крупная, когда цунами смыл север Курильск. Погибло свыше двух тысяч человек. Хотя об этом сообщало, американская служба геологическая сообщила, что произошло землетрясение в Тихом океане. И, может быть, цунами, но никто не обратил это внимание. То есть власти не сообщили населению об этом факте. И волна 15-метровая сначала пошла, разрушила город, народ. Мы пришли, кто остался жив, увидев, что вода уходит, они вернулись домой. И вторая волна уже уничтожила оставшуюся. А сейчас другое время. Сейчас уже всем известно, где, что, как происходит. Я обратился в геологическую службу США, статистика. Там примерно за 100 лет они считают, что примерно такое крупное землетрясение, как в Японии, оно происходит, например, раз в год. Сейчас несколько тысячелетий чаще. А такое, это катастрофическое землетрясение, там по магнитуде что-то около 9. А такое землетрясение меньше, 9, там 8, с магнитудой, то 18 происходит в год. А сильных землетрясений 120 в год происходит. А мелких, вообще-то, происходит без конца в день несколько тысяч толчков по всему земному шару. Теперь они фиксируются, а их сообщается. Большинство населения об этом и не знает. Поэтому я хотел рассказать в этой лекции кратко строение поверхности Земли, глубинное строение, что было в последнее время, и причина вот этих землетрясений, как они распределяются по земному шару, и что можно сделать с тем, чтобы как-то предотвратить вот эти ужасные последствия. По крайней мере, чем страна более нищая, и там происходит землетрясение даже небольшое, гибнут сотни тысяч человек. В цивилизованной стране, вот как взять Японию, там очень продумана была система сейсмичности, и поэтому вот эти высотные здания, 40-этажные, они не пострадали из землетрясения. У них все было отработано, фундамент какой, как это все сделано. Но они учли, конечно, цунами. У них рассчитано на 10 метров высоты, а произошло выше, а по ручьям она поднималась до 20 и выше метров, и вот эта катастрофа произошла, 25 тысяч погибло. Но если там была другая страна, не визитизованная какая, то погибли сотни тысяч, разумеется. Сейчас я пойду в компьютер.